Аризона и Родина проведена оптимизация для обычной графики. Когда улучшенная графика выключена на моем персональном компьютере, я их провожу на одном лишь процессоре, Ryzen 3 2200G, то есть там графическое видеоядро. Сейчас вы можете все это видеть, как оно все выглядит, как оно там все лагает, либо не лагает, потому что, так как это немедленные баги, которые требуют немедленного вмешательства, разумеется, их также, вот точно так же, как вы можете себе только все это представить, их фиксят. Поэтому сегодня я опять расскажу вам про Аризон РП. Не про саму Аризону, не про то, кто там знаете, создатель, основатель, пиар-менеджер, сколько платят ютуберам, сколько платят мне, сколько платят всем остальным людям. Это вы все можете найти на специализированных каналах в глобальной паутине интернет. Я тут вам такое рассказывать не буду, потому что, сами понимаете, кто я, кто вы, а что такое Аризона Ролеплей или вообще Аризона Геймс. Сегодня я просто обсужу с вами одну из новостей, которую не так давно опубликовали в моем наилюбимейшем новостном сообществе Ливя Сампи. И, ну, давайте приступим к этим новостям. Как бы, а почему не приступить? Не слышу. Разработчики Аризона Ролеплей оптимизировали стандартную графику через лаунчер проекта. Почувствовали разницу? И тут есть такой, знаете, скриншот с официального, вот этого, знаете, паблика сообщества группы ВКонтакте Аризона Геймс, которым, возможно, будет написано что-то другое, я еще не знаю, я не готовился к данному выпуску новостей. Да я ни к какому выпуску новостей не готовился, поэтому давайте я прочитаю. А если там что-то будет такое, знаете, то, что не должно попадать в данный выпуск новостей, то я это просто вырежу, перережу, там, смонтирую. Ну, я так смонтирую, я, в общем-то, мастер монтажа, вы сами все это знаете. Надеюсь, смотрели, там, знаете, сампо-обзоры вторые сезоны и еще прочие вот эти вот все штуки. Аризона и Родина проведена оптимизация для обычной графики, когда улучшенная графика выключена. Это замечательная новость, потому что вот лично я на своем, таком, знаете, процессоре, то есть многие люди, которые уже давно за мной следят, они знают, что у меня нет видеокарты, я чисто, так, знаете, все манипуляции, все махинации и все вообще действия, которые у меня происходят на моем вот этом вот персональном компьютере, я их провожу на одном лишь процессоре, Ryzen 3 2200G, то есть там графическое видеоидро, и оно, в общем-то, тянет и рендер, и монтаж, и, я там, не знаю, 3D графику, моушен дизайн, фотошопа, Cinema 4D, 3DS Max, рендер, блендер, все прочее. Ну, сами там все вот эти вот слова свои разберете, DaVinci Resolve, может быть, даже. То есть для профессиональных людей это что-то значит, даже очень много это значит, а для тех, для кого это ничего не значит, так для них это и не должно ничего значить, ну, вы же сами все это понимаете. И у меня с улучшенной, включенной всей этой графикой, у меня сейчас геймплей снят именно с ней, если вы мало ли не знали, не догадывались или не делали прочих вещей, то геймплей у меня снят именно с ней, и сейчас вы можете все это видеть, как оно все выглядит, как оно там все лагает, либо не лагает, Потому что сама вот эта вот весь, вот эта вот GTA San Andreas, вот одиночная игра, она же ни у кого не лагает. Даже при максимальных настройках, даже там при вот всех прочих вещах. Ну, только если у вас, допустим, компьютер какой-нибудь, я не знаю, 10-летний, 15-летний давности. И то вряд ли, вот если у вас ноутбук такой давности, тогда ещё вполне возможно. Компьютер, ну, он должен быть уже как-то более-менее готов к GTA San Andreas, ну, там, на высоких настройках, либо на ультрах. А вот сама Arizona RP, когда там вот эти вот, знаете, все никнеймы, там, теги, вот весь чат прогружается, и тогда оно всё лагает. Когда там какой-нибудь маппинг на Arizona RP, когда там все вот эти вот прочие штуки, могут быть микро-фрезы, микро-подлагивания, микро-вот это вот всё прочее. В остальных же случаях на Arizona RP всё стабильно, и многие могут сказать, типа, стабильно фигово, стабильно плохо. Нет, стабильно хорошо, потому что я играю на ней уже более трёх лет. И с каждым новым обновлением, да, иногда появляются баги, которые требуют того, чтобы их немедленно пофиксили, чтобы с ними немедленно что-то сделали. Но их, разумеется, так как это немедленные баги, которые требуют немедленного вмешательства, разумеется, их также, вот точно так же, как вы можете себе только всё это представить, их фиксят. Поэтому в этом случае, в этом плане и во всех прочих вещах, Arizona RP показывает себя с наилучшей стороны. Как такой, знаете, достаточно стабильный, достаточно крутой и достаточно, ну, замечательный сервер, в общем и целом. И замечательный проект, не менее того, не мало того. И там, я не знаю, вот я могу сказать только насчёт Arizona RP. Что там вот со всем этим CRMP проектом, Рудина, Рулиплей, по сети мультиплеер и так далее, я не знаю, что там. То есть, в самом деле, вы можете меня спросить, Данила, мол, что там происходит-то такое с этой, со всей Рудиной Рулиплей? А я такой, типа, да я и не знаю, типа, а что там происходит? Что-то реально есть такое, что ли, или что? И я такой, типа, да нет, я ничего не знаю, я ничего не понимаю, я ничего вот этого всего прочего не делаю. Поэтому вот, как бы, ну, наподобие того, вроде как, или там не вроде как, вроде вот мало ли, там вот это. Ну, я думаю, вы всё это сами прекраснейшим образом понимаете. И сейчас, даже для обычной графики, как это уже было несложно догадаться, можно было и сделать там вот это вот прочие вещи, всё это также сделают для обычной графики. Поэтому, если вы, мало ли, переживали, что у вас будет нечто вот такое подобное, что всё у вас будет плохо, что всё у вас будет фигово, то нет, всё будет хорошо, всё будет нормально и всё будет, я надеюсь, что замечательно. А если оно таковым не будет, то, ну, что можно поделать? Никто не идеален, ничто не идеальное. И вообще, что-то требовать от GTA-самповского проекта, ну, типа, ну, такое себе. Надо радоваться, что они хотя бы вот как-то обычную графику стараются усовершенствовать без нагрузки для ПК, вот, сильной нагрузки для ПК, можно даже вот так сказать. Поэтому, я думаю, что на этом данный видеоролик уже можно закончить. Я думаю, что вы поняли мою позицию по поводу вот всей вот этой вот обновлённой графики на Arizona Roleplay. Я ещё с ней сам не играл, потому что я-то, знаете, такой ПК-боярин. Я играю с максимальной вот этой всей графикой от Arizona RP, от всего прочего. У меня там тени, шейдеры, трава сверхзелёная, сверхвысокая, сверхклассная. А некоторые люди, наверное, играют с обычной графикой, наверное, тем, кому нужны там 200 FPS на каптах, кому там нужны, я не знаю, 350 FPS апов от DAP, может быть, поставить вроде того. Поэтому, ну, у всех, знаете ли, цели, приоритеты и жизненные вообще вот эти вот все мотивы, они разные. Поэтому, если вот вы не знаете, что вам нужно, я могу вам посоветовать или даже, вот сказать так, порекомендовать Arizona Roleplay Phoenix. Это самый первый сервак в Arizona RP, в Arizona Games, во всём вот этом вот проекте. И там, как бы, снимаю, играю и иногда катаюсь на Infernus именно я. За ДС, за Дан Семён, за Дан Семён 2, за Дан Семён на английском. Семён, там все на этом проекте, ну, за Семёна не могу говорить, он такой, знаете, неадекват. В остальном же все остальные чуваки, они вроде как адекватные, они вроде как понимают, что они делают, зачем они это делают и что вообще из всего этого выходит. Поэтому, если что, то ссылка, айпишник, не, ссылки не будет, айпишник на Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, всё это находится в описании данного видеоролика. Вводите при регистрации, вводите после регистрации промокод, может быть, а может быть и не вводите. В общем-то, как вы захотите сделать, так, в общем-то, и делайте. Я вам тут не указчик, не советник, не советник президента, не премьер-министр, не какие-то вот эти вот все прочие люди, поэтому вот, всем спасибо за просмотр данного музыкального видеоклипа. Если вам понравились мои песни, то, во-первых, вы можете подписаться на мой канал в Телеграме, потом поставить лайк, либо дизлайк на этот видеоролик, потом либо подписаться, либо отписаться от этого канала после этого видеоролика, и сделать ещё много всяких разных вещей после данного видеоролика, если вас всё это заинтересовало, если вам всё это, разумеется, ну, как-то более-менее нужно. Всем спасибо за просмотр данного видео, всем пока, всех, наверное, люблю, заходите на вкладку сообщества и на Аризону рулиплей Феникс по айпишнику в описании. Увидимся тут же, завтра, и я надеюсь, что всё это будет в 20.00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до свидания.